Доверие должно наделять людей силой, а не ограничивать их. Подобные вещи будут создавать ожидания, которые не сможет оправдать ни один человек. Не углубляйтесь в такого рода собачье доверие. Доверие должно стать способом освобождения людей. Итак ли? Намаскарам, Садгуру. Вопрос о доверии. Предположим, человек несколько раз подвел меня. Как можно доверять ему вновь? Если вы глупы, то можете делать все, что хотите. Вы должны понять. Доверие не подразумевает, что кто-то должен вести себя так, как вы ожидаете. Доверие означает, что как бы люди ни поступали, вас это не задевает. Если вы доросли до такого уровня, в противном случае не используйте такое громкое слово, как доверие. Если доверие означает, что люди должны делать то, что вы ожидаете от них, такое доверие — это тюрьма. Доверие должно наделять людей силой, а не ограничивать их. Не так ли? Итак, ваше представление о доверии заключается в том, чтобы люди оставались такими, какими вы хотите их видеть. Поймите. Доверие, предательство. Не погружайтесь во всю эту чушь. Просто используйте здравый смысл. Самая большая ошибка — это то, что вам всегда говорили, что вы должны быть хорошими. Как только вы становитесь хорошими, у вас появляются самые разные ожидания по отношению к другим людям. Во-первых, вам сказали, что Бог добр, Бог — это сострадание, любовь, одно, другое. Забудьте, что вам говорили другие люди. Допустим, вы не знаете всей этой чепухи. Вы обратили внимание на творение. Вы внимательно посмотрели на цветок. Одно можно заметить. Кто бы его ни создал, он обладает огромным интеллектом. Не так ли? Да или нет? Не обязательно рассматривать что-то настолько приятное, как цветок. Обратите внимание на муравья, которые ползают рядом. То, как он создан, — это невероятный интеллект. Да? Да или нет? Но никто не говорил вам, что Бог — это разум. Если бы вам сказали, что Бог — это разум, мир был бы разумнее. Так что... Не углубляйтесь во все эти рассуждения о доверии. Ведите свою жизнь и отношения разумно. Иначе появятся ожидания, которые ни один человек не сможет оправдать. Что приведет к бесконечным проблемам. Доверие означает, что бы они ни делали, я им доверяю. Нет, раз я им доверяю, то они должны действовать только в рамках моих ожиданий. Доверием это не назовешь. Это мягкое тюремное заключение, понимаете? Этого еще нет в Индии, но в других странах появились электрические ошейники для собак. Больше никаких цепей. Собака никогда не пресечет границы территории, она будет только там, иначе ее ударят током. В Америке это стало очень популярным. Собака гуляет только в пределах вашего двора, она никуда не убежит. Ни заборов, ни цепей, но она не может убежать. Почему вы морщитесь? В Индии это называется лакшма-нарикха. Если придете черту, будут неприятности. Вот о каком доверии она говорит. Если приступить к черту, возникнут проблемы. Не углубляйтесь в такого рода собачье доверие. Если вы по-настоящему доверяете кому-то, что бы они ни делали, они делают это в соответствии со своим пониманием жизни. Каждый действует в соответствии со своим разумом и пониманием, не так ли? Да? Возможно, сейчас это все, на что они способны. Если вы можете поднять их на другой уровень, здорово. Если не можете, посмотрите, что с этим можно сделать. Но не произносите такие слова, как доверие. Доверие не должно становиться способом порабощения людей. Оно должно стать способом освобождения, не так ли? АПЛОДИСМЕНТЫ